Денис, приветствую тебя. Привет всем. Традиционная для четверга встреча, как и всегда, обсуждаем рынки, технику, фундамент, подсказываем нашим подписчикам и тем, кто интересуется совместным контентом, как действовать, в принципе, ориентироваться сейчас на рынках. Очень непростые условия, статистика, вероятность изменения ключевой процентной ставки, очень много геополитических, скажем так, водных, которые тоже влияют на рыночное настроение. Поэтому, друзья, с нашей стороны мы, конечно же, подсветим вам локальные возможности, которые есть. Вы, пожалуйста, только фильтруйте через вашу торговую систему, обязательно соблюдать риск-менеджменты, может быть, используйте альтернативные точки зрения. В общем, ищите золотую середину. Денис, как насчет того, чтобы сегодня оценить перспективы евро, доллара, посмотреть на британскую валюту, можно затронуть еще рынок нефти? Ты как, не против? Да, я только за. Отлично. Давай тогда начнем с меня и с динамики пары евро-доллар. Так, один момент. Так, текущая ситуация. Текущие котировки, можно сказать, то, что пара евро-доллар консолидируется в районе отметки 1.09. На евро напрямую влияет то, что происходит с курсом американского доллара. Мы сегодня имеем возможность последить за макроэкономической статистикой. Сегодня целый блок данных в 12.30 по GMC. Это годовые данные по ВВП США, первичные заявки на пособие безработицы и индекс расходов на личное потребление. Если анализировать все эти данные через вероятность влияния на ключевую процентную ставку и возможности повышения, то да, сейчас статистика имеет определяющее значение. Рынок очень чувствителен к именно характеру цифр, которые мы продолжаем разбирать и анализировать. Опять же, эта неделя доказательства того, что вышли недавно неплохие данные по заказам товара длительного пользования и индекс доллара на этом подрос, потому что вероятность повышения процентной ставки достигла чуть ли не 83% и держится около того. Я имею в виду июльское повышение процентной ставки. Если рынок чувствительны к макроэкономическим данным, то сегодняшние релизы точно не пройдут без внимания. Про индекс доллара мы ранее уже говорили. Предлагаю сейчас взглянуть на непосредственные перспективы евро. И если положиться на прогнозы экспертов, то сегодня нас ожидают не самые сильные цифры. Скорее всего, по первичным заявкам будут локальные максимумы 265 тысяч. Показатель ВВП – это первый квартал. Рост 1,3% – это худший показатель за последние три квартала. И я надеюсь, что сегодня, после того, как выйдут эти макроэкономические отчеты, рынок немножечко засомневается в том, что нужно быть настолько уверенным в том, что американская экономика будет и дальше сталкиваться с последовательным повышением ключевой ставки. Если это произойдет, я сегодня ожидаю, что у рисковых инструментов будет возможность немного отыграть позиции, утерянной в последней торговой сессии. И в частности, пара евро-доллар сможет снова прорваться выше отметки 1,0950. Сейчас еще можно сделать отсылку на вот эту пресс-конференцию, организованную Европейским центральным банком в португальской СИНТРИ. То есть это пресс-конференция, которая носит тему именно макроэкономической стабильности в условиях нестабильной инфляции. И все главы мировых центральных банков, когда у них была возможность, опять же, говорить за перспективы национальной монетарной политики, они касались темы именно уместности дальнейшего повышения процентной ставки и то, что это необходимо делать, потому что инфляция все еще остается слишком высокой. Я думаю, что перспектива повышения ставки в рамках ЕЦБ – это точно практически на каждом заседании до конца этого года. Вчера это также подтвердил глава, скажем так, главный экономист Европейского центрального банка Филип Клейн, который поддержал идею повышения ставки на 25 байсных пунктов уже на ближайшем заседании. Евро на этом фоне точно должен подрасти, потому что мне нравится делать акцент на рост евро и, в частности, тоже британской валюты, потому что это трейдинг на контрасте монетарных политик. Я лично сомневаюсь в том, что ФРС повысит ставку более чем один раз в этом году, но я совершенно не сомневаюсь в том, что ЕЦБ и Банк Англии будут активнее это делать, то есть будут повышать ставку, ну, как минимум, на ближайших двух-трех заседаниях. Поэтому потенциал роста рисковых инструментов, он еще точно не исчерпан. Что делать по евро? Я рекомендую использовать, как бы, такое проактивное мышление, может быть, даже агрессивно рискованный трейдинг, брать с текущих уровней и ждать уже пару выше отметки 1.10. По британской валюты очень похожая картина. Вот мы видим то, что евро сейчас локально отрастает, и интерес появился к фунту. Логика точно такая же. Повышение ставки, собственно, Банк Англии неделю назад поднял ставку на 50 байсных пунктов, и я, честно говоря, в прошлый раз, по-моему, уже комментировал, удивился то, что не было более такой выраженной восходящей динамики. То есть рынок как бы немного задолжал фунту в плане того, где он должен котироваться, когда банк принимает такое решение, превосходящее рыночное ожидание. То, что ставка в Англии будет расти, я в этом тоже не сомневаюсь, причем на пике она может достичь 6%. Это показывает и прогнозы о Блумберг, это также и показывает последний опрос Рейтерс. Буквально вчера со ссылкой на самых известных, опять же, аналитиков Костяка, в том числе и американского банковского сектора. То есть они высказываются за то, что Банк Англии просто сейчас находится в тех условиях, когда без повышения процентной ставки нельзя. Вчера очень ждал, что были на конференции ЭЦБ в Синтри, тоже сделает анонс предстоящих повышений ставки, но он был довольно консервативен в своих заявлениях и старался избежать тем, насколько ставка будет повышена. Поэтому приходится самим додумывать, просто понимать, что регулятор должен бороться с инфляцией, каким образом мы это знаем, путем ужесточения монетарной политики. Здесь тоже предлагаю действовать агрессивно, ждать, соответственно, фунт выше отметки 1.28, а долгосрочная цель 1.30 не меняется. И что касается рынка нефти, я оптимист, считаю, что День независимости в США, опять же, в предстоящей торговой сессии, в частности, следующий вторник, это новостной фонд, который может поддержать спрос на рынок углеводородов, потому что в праздничные дни обычно растет туристический поток, и сейчас прогнозируется то, что в эти праздники, предстоящие в дальние поездки, отправятся 43 миллиона американских граждан. Это на 4% выше, чем было в 2019 году, то есть до начала ковида. И при ожидании, соответственно, дальнейшего роста активного потребления топлива, соответственно, нефть может легко упрощить свои позиции и выйти на новый локальный максимум. Ну и к тому же с июля, с 1 числа вступает в силу ограничение предложения со стороны Саводской Аравии на 1 миллион баррель. Это тоже фактор снижения предложения и фактор поддержки, который может привести бренд точно выше 75 долларов за баррель. Здесь тоже длинная позиция, но и в целом к нефти нужно относиться как к рисковому инструменту, поэтому, чтобы не противоречить себе еврофунт и, соответственно, бренд, исключительно как бы приоритет в длинных позициях. Денис, слово тебе. Так, отлично, меня уже видно. Да. Значит, в целом я соглашусь с небольшими корректировками по технической части, по уровням. Значит, евро. По евро я точно так же склоняюсь к тому, что, ну, как-то нелогично выглядит недобитый верху вот здесь вот экстремумы. И в целом, даже глядя вот на то, как хеджируют сейчас при падении, и цена так же уперлась в одну вторую маржиналку, я считаю, что, да, действительно, приоритет вверх у нас сейчас будет преобладать, и поэтому основной рост у нас еще впереди. То есть, самая ближайшая цель в районе, там, 1.10 с копейками, но в перспективе это вплоть до уровня 1.11. То есть, ну, потенциал действительно хороший. Вот эти вот оранжевые круги, это вливаемо не только конструкцией, но и также хеджирование по путам сделано. То есть, это на случай, если вдруг цена ниже пройдет. И, ну, пока что единственный только момент, не совсем понятно, откуда лучше покупать, потому что есть только лишь диапазоны, но пока еще нету, как таковых, подтверждений. Поэтому, лично для меня, в идеале, это небольшой внутренний откат, потом импульсный пробой, и понятно будет, что где-то вот примерно с текущих уровней можно будет купить, потому что пока что вот прям красиво, консервативно просто условие для этого не создано. Но сама по себе конструкция и также импульсный рост, и в целом, вот как выглядит у нас долгосрочное движение по евро, то да, действительно, я склоняюсь к тому, что рост продолжится. И вчера, кстати, я делал у себя на открытом канале небольшое резюме по поводу заявлений ФРС, по поводу заявлений ЕЦБ, и да, ЕЦБ четко сказали о том, что они планируют в дальнейшем еще повышать ставку, может быть, даже пару поднять, и будет, кстати, Павел то же самое сказал, что может быть, даже еще будет пару поднять, и уменьшается шанс того, что в конце года, вот конкретно в декабре месяце на заседании ставку уменьшат. Скорее всего, перенесут уменьшение уже на следующий год, на первый квартал. Ну, посмотрим, у них там, в принципе, все очень шатко и меняется сильно. Но евро, да, на ближайшее время я тоже зарос. Точно то же самое касается и фунта. По фунту, ну, цена, в принципе, здесь флетела-флетела, основные объемы заходили в моменты продаж, толком ничего не было ни в одну, ни в другую сторону, то есть, когда вот такая вот размазанная картина, я вообще ничего не делаю, как правило. Значит, сейчас она уперлась в одну-вторую маржи, но есть также перспектива немного ниже пройтись, потому что если в целом посмотреть на структуру, да, у нас структура роста, то есть, плевать против ветра не самая лучшая идея. И здесь можно еще сделать ориентир на то, что у нас вот эта область достаточно сильного накопления, с которого цена уже неоднократно стартовала вверх. При этом нижняя граница восходящего канала попадает как раз вот в этот диапазон. И в целом, то есть, я считаю, что если попытаюсь пойти из текущих, хорошо, тогда нужно нормальное подтверждение, нормальный паттерн, чтобы сформировали. Либо в случае пробоя ниже, то есть, если цена опустится вот к этой зонке в районе 1.25, там плюс-минус, то отсюда действительно будут самые-самые лучшие условия для будущих покупок. Причем эти покупки я оцениваю на перехай вот этого уровня 28.5, с перспективой, там действительно есть все еще интерес в районе 1.30. Я думаю, что это такие вот среднесрочные цели, которые примерно до конца лета цена может действительно их достигнуть. Так что здесь, да, я согласен. Единственное, только вот остался открытым вопросом, потому что с текущих, хоть и объемы залили, но не такой уж прям и существенный перекос футпринта у нас на графике, и реакции никакой абсолютно нету, поэтому могут еще просунуться здесь ниже. Так, и что касается нефти, я соглашусь по поводу того, что, ну, как рынок ожидает растущий спрос со стороны Индии, со стороны Китая, но в то же самое время есть еще и опасения, что переоценен, вообще переоценено влияние этого спроса, и он может быть гораздо ниже. Здесь у нас такая ситуация, которую вот я жутко их не люблю, 50 на 50, особенно, когда цена вот так вот во флете. То есть у нас никакой направленности вот на протяжении двух месяцев у нас вообще нету. То есть весь полностью июнь, весь полностью май у нас цена просто в диапазоне между вот 74 и 67. Вот прям четко видно в этом диапазоне два месяца, как торгуются. Вчера на данных по запасам были влиты блочные сделки по фьючу. Они здесь, в принципе, небольшие, но они, несколько их было подряд. То есть это прямо перед запасами, получается, Крупняк как раз успел войти. Сейчас вот практически сделано уже перекрытие локального сегмента. Я думаю, что попытаются здесь немного вот откорректироваться вниз и потом пойти на добой верхней зоны экстремума. То есть, ну, по-другому, просто честно, я особо не вижу. Потом уже могут снова вернуть вниз, потому что нам пока не ищего торговать. Никакой направленности нет, основные локальные объемы внизу здесь вот они вливались. Поэтому при такой комбинации нам ничего больше другого не остается, кроме как торговать границы. Все. И других условий, к сожалению, нет. Если будет прорыв вниз, то там прорыв достаточно могут сделать глубокий, вплоть до 60. То есть тут локальный минимум в районе где-то 64,5-65. Да, он есть, понятно, он актуальный, но как-то не очень прям видится рядом с ним сильная поддержка. Там скорее тогда уже на 60 где-то будут. Но опять-таки, это чисто фантазии. Исходя из того, что есть на данный момент, то пока что вот такой вот диапазон, нижние границы, которые уже раз, два, третий раз тестируются. И на отскок вверх, уже даже не помню, на какой именно раз тест верхних границ. В общем, локально, да, роста там будем смотреть. Ну и по остальным, в принципе, инструментам, что мы разобрали, ситуация абсолютно аналогичная. Виннис, спасибо тебе за рекомендации. Смотрим за тем, как сегодня рынок отреагирует на отчеты, которые я отметил. Смотрим, в принципе, сможет ли риск все же выбить у доллара возможности для своего роста. Это справедливо для всех сегментов финансовых рынков, не только для валютного, но вот как мы с тобой отметили, для рынка нефти тоже. Ну и все это, конечно же, снова обсудим через неделю, в следующий четверг, надеюсь, тоже будет на что делать отсылку. Ну, точно будет, учитывая, как интересно, в принципе, складывается новостной фон. Тебе огромное спасибо, что подключился, нашел время, обсудил рынки, дал конкретные рекомендации. Хорошего закрытия недели, Денис, и хороших выходных. Спасибо тебе. Спасибо тебе традиционно, взаимно, и нашим подписчикам, конечно, не забывать нас лайками, благодарить. Всем хорошего завершения недели. Спасибо, пока.